Ругаль, большое здание светло-песочного цвета с застекленными ложами во втором этаже на изгибе набережной Лунго-Тевери-де-Ченче, это римская синагога. Громада синагоги не случайно расположена между двумя памятниками свободе. Таким было желание еврейской общины. С одной стороны на Капитолии монумент Виктору Эммануилу II, королю объединенной Италии. Именно он предоставил еврейским подданным права гражданства. С другой, на том берегу реки, холм Яникул. В 1948 году римляне отвергли папскую власть и провозгласили республику. А конституция республики предусматривала, в числе прочего, равноправие всех национальностей. На склонах Яникула республиканцы вели неравные бои с французами, которые пришли на выручку папе. Сейчас там установлены памятники Гарибальде и его спутницы Анити. Здание синагоги возвели в начале 20 века на участке бывшего гетто, расчищенном от старой застройки. Еврейская община потребовала, чтобы синагогу было видно с любой обзорной точки в городе. Впоследствии многие критиковали здание за огромные размеры, в том числе русский писатель-эмигрант Павел Муратов. Ругали ее также за невнятную архитектуру. На самом деле, авторы проекта Коста и Армани взяли за основу ассирийско-вавилонскую стилистику. Синагога представляет собой травертиновую постройку песочного цвета с квадратным основанием и большим алюминиевым куполом. В здании синагоги есть два этажа. Вверху располагается собственно храм, богато украшенный восточными мотивами. В нижнем полуподвальном этаже находится еврейский музей. Кроме предметов культа и убранства прежних храмов, в нем представлены интереснейшие исторические документы, например, тексты, запрещенные инквизицией, или папские эдикты о проведении римского карнавала, который включал унизительные для евреев увеселения, а также другие свидетельства жизни еврейской общины в Риме.